Всем привет! Вы на канале Дегу Лайф. Сегодня видео о нашем аквариуме. И у нас очень плохие новости. Первая плохая новость связана с нашим петушком. Он умер. Я увидела это вчера вечером. Я думаю, что он умер от старости. Когда мы летом брали его по объявлению одной бабушки, она сказала, что он живет у нее около трех лет. Ей его подарили. И я думаю, что все-таки он у нас доживал свою старость, так как петушки обычно живут около пяти лет. В последнее время петушок мало кушал. Обычно он не ел со всеми рыбками. А когда я видела, что он выплывает из-за растений на передний план, я обязательно его кормила. Также обычно он сидел в углу аквариума, возле грунта. Мне его очень жаль, потому что он был очень красивый, и это была одна из моих любимых рыбок. Больше я себе не буду заводить петушков, и о нашем петушке, к сожалению, видео больше никогда не выйдут. А вторая плохая новость связана с нашим меченосцем. Сегодня я убирала в аквариуме. Я рассаживала растения и сифонила грунт. Я увидела, как в углу, там, где обычно сидел петушок, сидел меченосец, только он очень странно выглядел. Он был какой-то вялый и очень-очень маленький. У нас один самец меченосца, и я увидела это по хвостику, что это именно он. Тогда я попробовала выловить его на передний план с очком, потому что я не могла его хорошо разглядеть. И увидела, что он очень-очень похудел. Он как будто бы из него весь сок выжали, и он очень уменьшился в размере. Также его верхние плавники как-то стали нагинаться в разные стороны, чего нет у здоровых рыбок. Еще на его пузике появилась белая чешуя вместо оранжевой. Обычно наш меченосец был очень резвым. Он всегда со всеми кушал, очень даже хорошо. Но я его даже не узнала. Тогда я зашла в интернет и почитала, что это может быть. И, честно говоря, толком я вообще ничего не нашла в интернете, но я прочитала, что желательно его как можно быстрее отсадить от остальных рыбок, потому что, скорее всего, он может их заразить. Так я и сделала. Сейчас наш меченосец сидит в отдельной баночке небольшой. Я ему насыпала немного еды, потому что он очень худой. Но он почти ничего не съел. Он только попробовал и как-то выплевывал сразу еду обратно. И у меня к вам большая просьба. Если вы знаете, что это может быть, то, пожалуйста, напишите в комментариях. И также, как это лечить. И только желательно, чтобы вы написали какие-то народные способы лечения. Я очень жду ваших комментариев внизу, потому что я думаю, что если его не лечить, то вскоре он так же, как и петушок, умрет. Но я буду надеяться, что вы все-таки что-то подскажете, и у меня получится его вылечить. Спасибо вам большое за просмотр. Очень жду ваших комментариев. И до новых видео.